Друзья, рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня я предлагаю продолжить тему гормона роста, но поговорить о гормоне роста в контексте диабета и в контексте похудения. Потому что, если вы недавно смотрели мое видео про гормон роста и инсулин, то будет неполным рассказать еще, как это работает в контексте похудения, и можно ли, например, похудеть, используя гормон роста. Свой собственный или искусственный не имеет большого значения. Но разница, конечно, есть. То есть в этом видео вы узнаете, как работает при похудении принятие большое или маленькое количество гормонов роста в крови, как оно действует на похудение, на жиросжигание и на риск возникновения диабета, например. Все это вы узнаете в этом видосе. Погнали! Друзьяшки, в прошлый раз я прикрепил пару видосов, у меня я снял видео, когда микрофон был здесь, крестик, у меня цепочка крестика билась в микрофон. Таких косяков больше не будет. Крестик я ношу, это мой крестик, я его ношу с 18 лет, и вот он бил по микрофону, возможно, были неприятные звуки. Ну, я надеюсь, вы меня не удалили с канала, с подписок, потому что, блин, ну я же классненький такой, да? Я же столько полезняшек вам рассказываю, не надо меня удалять. Ладно, пытаюсь ухватить уходящее лето за яйца и ухватить теплую погоду и записать вам еще, да, интересные видосы. Смотрите, с прошлого видео вы, наверное, поняли, да, что гормон роста тесно завязан на инсулине, очень тесно. Инсулин иногда гормону росту помогает, иногда мешает. Синергично они работают по отношению к синтезу белков и как антагонисты по отношению к синтезу углеводов. Из прошлого видео про гормон роста инсулин вы должны были, да, это понять. Смотрите, нужно очень важно еще понимать такое отличие, как это воздействует на жиросжигание. Действительно, повышение гормона роста в организме способствует тому, что ваш организм начинает жечь жир. То есть вы как бы набираете более качественную массу, вы набираете мышечную массу, а не жир. Поэтому и нужно, когда вы хотите поднять, когда вы поднимаете гормон роста, да, когда вы хотите похудеть, поэтому нужны тренировки, чтобы это все выливалось в приросте мышечной массы, а не в приросте жира. Но как же это все работает? Есть очень много важных отличий, и это все нужно понимать. Я хорошо разобрался в этой теме. Смотрите, постараюсь простым языком это все вам объяснить. Клещевых понятий давайте начнем. Вы должны знать, что организм запасает углеводы. То есть углеводы, которые мы получаем со сложных углеводов или из простых углеводов, не имеет значения. Наш организм запасает углеводы в виде гликогена в печени и в мышцах. И зачем ему это нужно? То есть гликоген – это сложный углевод, который организму нужен для того, чтобы он получал, для того, чтобы организм получал глюкозу. То есть неважно, простые углеводы или сложные углеводы, в конечном итоге это все, проходя через цикл Крепса, я не буду сейчас о нем рассказывать, это все превращается в глюкозу, которая очень нужна критично, нужна мозгу, тканям, ногам нужна глюкоза. И он это получает с гликогена из мышц. Теперь смотрите, глюкозу, так же сам организм, можно получить еще и из жира, из жировой ткани. Когда в организме повышенное содержание гормона роста, то есть когда его продуцируется достаточно много, то организм начинает уменьшать количество висцерального жира, который, что это за жир такой? Это жир, который откладывается на внутренних органах ваших. Так вот, когда повышенное содержание гормона роста, у вас растет мышечная масса, но уменьшается вот этот висцеральный жир, который находится на внутренних органах. И у вас может появиться закономерный вопрос, а может можно как-то тогда просто, не знаю, колоть, например, гормон роста или повысить его натурально и сжечь жир таким образом? Вообще нормальный вопрос, потому что у людей, у кого пониженный уровень гормона роста в крови, наблюдается действительно ожирение. Особенно этот висцеральный жир, который как раз накапливается на внутренних органах. Есть еще подкожный жир, который вы знаете, отличие от типов жира. И вы можете подумать, что так можно похудеть. Неплохая идея, но смотрите, решать вам в уходе этого видео постепенно будем разбираться в этом вопросе. Люди, которые больны агромелии, агромелия это когда очень большой рост, то есть люди очень огромные, они могут вырасти до 2,5 метров, почти по 3 метра в истории были настолько большие люди. Так вот, эта болезнь агромелия, она вызывается избыточным выделением гормона роста. Ученые обнаружили и, в принципе, доказали, но не совсем убедительно, но пока больших исследований не проводилось на эту тему. Выглядит все очень убедительно, что люди, которые страдают агромелии, у них есть огромная склонность к диабету. Почему так происходит, да? Потому что у них возрастает риск инсилинорезистентности. С чем это связано? То есть, высокое содержание гормона роста в крови вызывает повышение уровня глюкозы в крови. Почему? Потому что организм начинает вырабатывать большее количество глюкозы и начинает запасать большее количество гликогена. То есть, увеличиваются запасы гликогена в печени, увеличиваются запасы гликогена в мышцах из-за того, что повысился гормон роста. И это нормально, это физиологично. Но из-за такого воздействия, из-за повышения уровня глюкозы в крови, сразу же начинает на это все реагировать инсулин. И может реально вырасти риск возникновения диабета. То есть, это проверено и доказано уже учеными, и на мышах, и на подопытных, и на животных. То есть, если в крови много глюкозы, то инсулинорезистентность может повышаться тканей. И это может привести к тому, что может возникнуть диабет. Смотрите, чтобы этого не было, не нужно, например, слишком длительно применять гормон роста. Были проведены исследования, которые доказали, что если вы не слишком долго сидите, допустим, на лечении препаратами гормона роста, то у групп примерно через 2-3 года только начинается вот эта проблема и риск возникновения диабета. То есть, если вы, например, хотите применять искусственный гормон роста, то в коротких промежутках времени это не должно вызвать у вас проблем и риском диабета. Также исследования показали, что самые большие риски в группах детей и пожилых людей, которые лечатся гормоном роста, у которых изначально был низкий уровень гормона роста, им показано лечение гормоном роста, и у этих групп реально повысился риск возникновения диабета. Но еще важно понимать такой очень важный нюанс, что у этих людей была предрасположенность к этому диабету. То есть у них в семьях генетически, скажем так, была больше склонность к возникновению диабета. То есть не у каждого, кто будет сидеть на гормоне роста, будет повышаться риск возникновения диабета. и только при длительном лечении, имеется в виду курс 2-3 года или 5 лет при постоянном применении препаратов, повышающих гормон роста. Я сейчас не говорю даже в разрезе бодибилдинга, я натуральный атлет, но это интересно и важно понимать, потому что натуральный уровень гормона роста тоже серьезно повышается, когда вы тренируетесь в тренажерке. Повышается уровень гормона роста, повышается уровень EGF1. EGF1 организму очень нужен, он частично заменяет инсулин, и я рассказывал про это более подробно в видео про гормон роста инсулин. EGF1 имеет также противовоспалительный эффект и очень хорошо способствует для организма, помогает, и он работает вместе в паре с гормоном роста. Но каким же образом тогда, вы скажете, можно худеть, допустим, если я просто пойду, не знаю, начну себе колоть гормон роста, и тем самым я захочу использовать жиросжигающий эффект гормона роста, и типа тогда я начну худеть, да? Вы можете такой себе вопрос задать. И смотрите, это нормальный вопрос, абсолютно нормальный вопрос. То есть я тоже задался таким вопросом, а можно ли использовать, мне это не надо, конечно, мне не надо худеть, но можно ли использовать, допустим, эту информацию тем людям, которые хотят похудеть и просто начать использовать гормон роста, допустим, искусственно, и тем самым они начнут худеть, да? Просто начинаешь колоть себе гормон роста и худеешь. Смотрите, в теории все выглядит вроде как можно. Если делать короткие такие курсы, опять же, если у вас врач, это все под контролем врача обязательно, если вы будете тренироваться, использовать небольшие, допустим, дозы гормона роста, то в какой-то степени, в принципе, если это контролировать будет врач, то, наверное, можно таким образом достичь похудения и жирожигания как раз-таки вот этого жира, который находится на внутренних органах. А ведь он у нас действительно может очень много весить. К слову, внутренние органы обрастают жиром не только из-за гормона роста. Например, те, кто закаляется зимой, которые вот моржи, да, я тоже моржую, вы знаете, при длительном стаже тоже может незначительно увеличиться уровень жира на внутренних органах, просто для того, чтобы организм как бы лучше справлялся с перепадами таких температур, да, но незначительно. То есть это не будет сказываться как-то, что вы там слишком жирный станете. И я очень много видел моржей, которые по 20 лет моржуют, и они абсолютно не жирные. То есть это не та степень. Но вроде как можно, да, начать таким образом сжигать жир. Смотрите, было еще такое исследование, не исследование, а, ну, скажем так, да, наблюдение за людьми, у которых наоборот-таки маленькое содержание гормона роста в крови. То есть люди, которые страдают другими болезнями, когда они большие, а наоборот, когда они маленькие. И у этих людей наблюдалось значительное количество ожирения. То есть у них больше жира в организме и жировой ткани. Как раз-таки из-за низкого содержания гормона роста. Поэтому есть в этом смысл. И можно подумать над тем, чтобы, если, допустим, у вас какая-то степень ожирения уже очень серьезная, задуматься о том, чтобы пойти с врачом, поговорить на эту тему. И врач вам составит какой-то курс, который для вас будет способствовать похудению. Смотрите, я не совсем не нравится такой способ, да. В теории выглядит как будто бы можно. Мне лично не нравится идея похудения с помощью внутрь введения гормона роста. Мне больше нравится идея, то есть практическое применение до этого видоса. Мне нравится больше идея, что когда вы повышаете в тренажерном зале натурально уровень гормона роста просто тем, что вы, например, создаете тренировочный стресс, а когда создается серьезный тренировочный стресс в организме, то есть когда ему действительно тяжело, когда вы потеете, когда у вас еще на сердцебиение, например, при тяжелых проседаниях на 15-20 повторений, да, со штангой на плечах, когда организм как-то глобально напрягается, это больше способствует, на мой взгляд, здоровому похудению. То есть когда повышается натуральный фон уровня гормона роста в крови, и это все вызывает уменьшение жировой прослойки и увеличение мышечной ткани в организме. То есть организм начинает потреблять глюкозу из мышечной ткани и из гликогена, и накапливать там больше количества гликогена. То есть вы становитесь реально, не знаю, супергероем марвеловским. Потому что действительно это способствует более интересному и красивому телосажению эстетичному, когда у вас мало количества жира в организме, и не только подкожного, а и внутри жира на органах, на внутренних органах, так называемый висцеральный жир. Возможно, вы первый раз вообще об этом жире услышали. У вас теперь в лексиконе есть новое модное слово – висцеральный жир. Вот. Все, ребятки, вот такой коротенький видос, но довольно сложная тема, да, это было на самом деле. Если у вас еще остались какие-то вопросы, задавайте мне под этим видео по поводу гормона роста и похудения, и как это влияет, задавайте под видосом или пишите мне в инсту, как вам удобно. Все, берегите себя, мужики, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok